Приветствую всех на канале Есть-Поесть и предлагаю рецепт мясных шариков с грибной начинкой. Конечно, для этого блюда подойдет любой фарш, но именно с куриным оно получается наиболее нежным и вкусным. Также можно сделать абсолютно любую заливку, но я предпочитаю сырно-грибную. На мой взгляд, она отлично дополняет мясные шарики. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. В первую очередь на растительном масле обжарю резанные шампиньоны с луком и морковью, тертые на крупной терке. Добавляю соль, специи, зелень, размешаю и пока отставлю в сторону. Несколько кусочков батона заливаю водой и дам постоять. В чашу блендера кладу филе курицы, порезанное кусочками, отжатый хлеб, лук и немного чеснока. Буду измельчать в два захода, так как чаша у меня небольшая. В полученную массу добавляю яйцо, соль, специи и хорошенько размешиваю. Влажными руками распределяю немного фарша на ладони. Кладу начинку и собираю края. Затем отбиваю как котлету. Можно придать любую форму. Я делаю в виде шарика. Выкладываю заготовки в форму, смазанную маслом. И отправляю в духовку, разогретую до 180-190 градусов, минут на 25-30. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Для соуса беру грибы, которые я оставила от начинки, примерно 3 столовые ложки. Добавляю немного чеснока по вкусу, твердый сыр, соль и специи. А также сметану, любой жирности. Чтобы придать вкус, добавлю немного подкопченного сыра косичка, но это не обязательно. Густота соуса зависит от сметаны. Так как он у меня получился слишком густым, необходимо добавить немного воды и размешать. Достаю шарики из духовки и покрываю соусом. На каждый уходит примерно 1 столовая ложка. И затем отправляю шарики опять в духовку, еще минут на 15. В общей сложности они должны запекаться минут 40-45. Опять же, все зависит от величины шариков, от фарша, который вы берете, и от духовки. Блюдо можно подавать как горячее, с пылу с жару, или дать остыть и подавать как закуску. Если подаете как горячее, в качестве гарнира отлично подойдет картофель, рис, макаронные изделия, или какие-нибудь овощи, как в свежем, так и в тушеном виде. Дополнительно можно подать еще какой-нибудь соус. Шарики получаются очень ароматными, вкусными, пропитанными запахом грибов, а внутри они очень сочные. Конечно, такое блюдо не стыдно подать и к праздничному столу. Друзья, если понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите в комментарии, а вы бы приготовили такое блюдо. Смотрите на канале еще больше рецептов из курицы и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok